Здравствуйте! Новости Дагестана на ННТ. С вами Махач Курбанов и мои коллеги. И коротко о главном. Откуда прилетел неизвестно. В Дагестане взорвался неопознанный снаряд, оставив после себя воронку. Подробнее через несколько секунд. Сборник Фетв уже вышел в свет. Муфтия Дагестана издал новую книгу по исламскому праву с ответами на актуальные вопросы. Реальность виртуального пространства и возможность воплощения интересных идей. Все это теперь доступно воспитанникам Махачкалинского кванториума. Затем, что делают юные изобретатели с интересом, наблюдали наши коллеги. Об этом в конце выпуска. Неустановленный снаряд взорвался в Дагестане. Инцидент произошел вблизи села Чирак Агульского района. Для проведения экспертизы на место выехали специалисты МВД республики. По предварительным данным, пострадавших нет. Но известно, что после взрыва образовалась воронка. В ряде федеральных СМИ сообщается, что это могла быть ракета, которая прилетела из зоны Карабахского конфликта. Трое погибших. В Дагестане произошло массовое ДТП с участием школьного автобуса. По данным полиции, в аварию попали газель для перевозки учащихся, а также легковой автомобиль и три грузовика. Погибли две женщины и один мужчина. Пострадали восемь детей и один взрослый. Инцидент произошел в Кизлярском районе. Находившиеся в автобусе дети ехали на тренировку из селения Караузек в районный центр. Сейчас республиканская прокуратура проверяет, проходил ли автобус в предрейсовый контроль технического состояния. Сотрудники Дагестанского СОБРа отметили сегодня свой профессиональный праздник. В Каспийске прошли праздничные мероприятия с участием в РИО начальника управления Росгвардии по республике полковника полиции Магомеда Магомедова. Командира Каспийского ОМОН Шамиля Магомаева и сотрудников отряда по главе с командиром Запиром Алискантовым. Бойцы СОБРа всегда отличались высочайшими боевыми и моральными качествами, настоящим патриотизмом и преданностью своему нелегкому делу. Особых слов благодарности заслуживают ветераны СОБР, которые своим примером воспитывают, обучают молодых сотрудников. Гости и бойцы возложили цветы к мемориалу сотрудникам, погибшим при исполнении служебных обязанностей и почтили их память минутой молчания. Глава Минздрава Дагестана сделал прививку от COVID-19. Вакцинация проходила в Республиканском центре инфекционных болезней. Жамалу Дингаджи Ибрагимов рассказал о своих ощущениях после иммунизации. По его словам, самочувствие хорошее. Не было ни повышения температуры, ни каких-то других побочных проявлений. Как видите, чувствую себя прекрасно. Уже почти два часа прошло после того, как я вакцинировался. Чувствую себя прекрасно. Министр также отметил, что вакцинация – дело добровольное и пообещал дальше информировать о состоянии своего здоровья и реакции организма на прививку. Напомним, Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан Ницем имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. В Дагестан первая партия медикаментов поступила в середине сентября. В целях профилактики сотрудники Роспотребнадзора совместно с ГИБДД и волонтерами раздали сегодня более тысячи масок в общественном транспорте Махачкалы. Кроме того, специалисты проводили беседу с водителями и пассажирами о важности соблюдения мер безопасности в людных помещениях во время пандемии коронавируса. Почему мы все так это транслируем? Результаты научно-исследовательского института показали, что частота инфицирования при ношении этой маски снижается в 1,8 раза. Если пару слов про Всемирную организацию здравоохранения, многие жители Республики Дагестан утверждают, что данная организация не советует носить эти маски. Это не так. У них иная точка зрения, иная позиция на этот счет. Они советуют только, если это будет сочетаться с другими мероприятиями, то есть в комплексе. В дополнение к медицинским маскам активисты раздали пассажирам еще и листовки с актуальной информацией о борьбе с вирусными заболеваниями. Из памятки можно узнать, каковы симптомы инфекции и как значительно снизить риск ее возникновения. Мы попросим вас ознакомиться с теми информационными листами, которые вам раздает специалист. Там подробно написано, как важно носить маску и соблюдать дистанцию. Такие проверки будут продолжаться. Их цель, как говорят сотрудники Роспотребнадзора, не наказывать, а убеждать людей соблюдать меры безопасности. Муфтия Дагестана издал новую книгу. Она называется «Сборник Фетан». Это первая часть книги. В ней собраны 100 ответов по исламскому праву на актуальные вопросы современности. Сегодня мы издали вот этот сборник. Здесь вопрос. На каждый вопрос идет сначала ответ, понятный и доступный читателю. А потом уже, если есть люди, которые интересуются уже источниками, ссылками, аргументацией, мы даем уже подробную аргументацию на арабском языке с указанием ссылок, источников и так далее. И в этой связи, да, эта книга, я без преувеличения могу сказать, что она несколько уникальна, потому что ничего подобного не было. Это первый опыт. Это первая часть. И я надеюсь, что Муфтиат издаст и вторую часть. И эта серия будет уже продолжаться до тех пор, пока мы выйдем заниматься этой деятельностью. Книга содержит около 200 страниц. Она разбита на главы по разным темам. Про намаз, пост, семейные отношения и многое другое. Муфтиат намерен продолжать все научные работы по изданию сборников ответов на вопросы. Книга уже вышла в свет и находится в продаже в исламских магазинах. В Дагестане 24 тысячи педагогов получили надбавки за классное руководство в размере 5000 рублей. Надбавка была выплачена в соответствии с распоряжением Владимира Путина. Если учитель имеет два и более классных руководства, он получает две выплаты по 5000 рублей. Эта выплата – часть зарплаты и должна начисляться одновременно с ней. Соответственно, с 5000 рублей будут удерживать 13% подоходного налога. В случае неполучения указанных средств можно обратиться в горячую линию Министерства образования и науки Республики. Смоделировать брелок-ориентир для незрячих и стать начинающим разработчиком виртуальных приложений. Все это под силу совсем юным, но очень креативным подросткам, воспитанникам махачкалинского кванториума. Работы в пространстве виртуального мира героев нашего следующего сюжета были высоко оценены на национальном этапе конкурса рабочих профессий WorldSkills Russia. О том, что конкретно делали ребята и как им удалось достичь успеха, в сюжете «Хадижа Курбанова». Проложить рельсы, установить перроны и запустить поезд – и все это в виртуальной реальности. Такие задачи легли на хрупкие плечи юной Лилы Магомедовой. Это сейчас она с гордостью демонстрирует нам результат работы. Но на момент участия в конкурсе было тревожно, признается Лила. По регламенту соревнований, в которых она участвовала с командой юниоров, им нужно было создать элементы дополненной реальности. В нашем задании нужно было сделать так, чтобы здесь видите рельсы, по этим рельсам должен двигаться поезд. Задача нелегкая и, возможно, все удалось не в той мере, в которой хотелось скромничать Лила. Однако же медаль за профессионализм – это весомая награда, которую удалось получить на национальном этапе конкурса молодых профессионалов. Создавать вымышленный мир – хобби, которое увлекает Лилу уже давно. А в кванториуме девушка занимается три года. Впереди экзамены и поступление в УСНУ. Для себя юная программистка уже решила – обязательно свяжет судьбу с виртуальной реальностью. Мне просто нравится то, что я каждый раз, когда пытаюсь что-то сделать новое, смотрю видеоуроки, пытаюсь повторить это, у меня не с первого раза это получается, а со второго или с третьего. И тем самым я запоминаю, что я делала до этого. И мне это нравится, что это не так легко. Лила – далеко не единственная воспитанница махачкалинского кванториума, заслуги которой были высоко оценены на национальном этапе конкурса молодых профессионалов. В соседней группе также уже не первый год занимается Аиша Султанова. Ей в рамках конкурса предстояло решить проблему социального характера, придумать ориентиры для незрячих людей в пространстве. Люди с проблемами зрения могут получать информацию в двух лидах – с помощью звука и тактильно. В общем, надо было один из этих способов использовать. У меня было много идей, в том числе очки с подобными функциями, как сейчас. Какой-нибудь браслет, но я все же остановилась на брелке, потому что это показалось мне наиболее удачным и удобным вариантом. Первым делом промышленный дизайнер изображает задумку на графическом поле. Все детали, а в данном случае это три кнопки – треугольник, квадрат и круг, каждый из которых выполняет определенную задачу сканирования, звукозаписи и сигнала СОС. Первые два пункта преимущественно пригодятся в учебе. А вот сигнал СОС оповещает опекуна о том, что незрячий попал в сложную ситуацию. Лейла продумала все – как брелок будет выглядеть, какие функции выполнять и из чего он будет сделан. Да, это было сложно. Противники довольно сильные, потому что их регионы довольно развитые, и они знают больше, могут знать больше. В Дагестане направление программирования все более востребовано. Это видно и по количеству детей, проявляющих интерес к занятиям в кванториуме и по результатам конкурсантов. И это только первые успехи на всероссийском уровне, но далеко не последние, уверен Саид Амиров, который выступал заместителем главного эксперта на национальном чемпионате. Нам есть куда расти и куда стремиться, считает молодой человек. Радует только то, что уже сегодня виртуальная реальность интересна для наших ребят. То и ребята у нас могут быть двух направленностей. В любом случае все проходят одну программу, когда они осваивают и в кванториуме, и в IT-кубе. Они осваивают одну программу, связанную с виртуальной реальностью. Но у каждого из них есть возможность выбрать то, что им больше нравится. Либо это программирование, как ни крути, все равно они осваивают программирование. И если кому-то потом покажется это либо менее интересным, либо как-то судьба распорядится, что они пойдут немножко в другую сторону, у них все равно останутся навыки классической разработки, классического программиста, которые сейчас супер востребованы вообще в мире. Кванториум в таком формате пока единственный в республике. Он был создан в 2017 году Министерством образования Республики Дагестан в рамках нацпроекта на базе Малой Академии наук. Занятия для ребят бесплатные. Осваивать языки программирования, робототехнику, заниматься графическим и промышленным дизайном, учиться разрабатывать приложения. Сюда приезжают даже из соседних городов. Для охвата нового направления образования детей в горных районах Дагестана совсем недавно был запущен мобильный Кванториум. Хадижа Курбанова, Салман Гитихмаев, телеканал ННТ Махачкала. Дагестанский боец Тагир Уланбеков проведет дебютный поединок в Лиге UFC. Воспитанник заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова выйдет в октагон в воскресенье утром на турнире в Абудабе. Соперником спортсмена из Махачкалы станет бразилиц Бруно Силва. Уланбеков в профессиональной карьере имеет 10 побед при одном поражении. Он экс-чемпион двух российских лиг – GFC и Fight Nights. Последний этап подготовки к поединку 29-летний боец провел в Эмиратах вместе со своей командой. Напомним, что дебют Тагира Уланбекова должен был состояться в июле, но в связи со смертью его тренера Абдулманапа Нурмагомедова бой был перенесен. И на этом у нас все. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok